Добрый день, уважаемые коллеги! Я еще и курирую статистику в части сети кадров штатов и деятельности, поэтому я сейчас буду с вами говорить с позицией требований Министерства здравоохранения к отчетности федерального статистического наблюдения. И также постараюсь акцентировать ваше внимание на оценки и комплексные оценки показателей как деятельности, так и показателей результативности, это достижение или недостижение целевых показателей утвержденных. Итак, коллеги, я здесь еще раз показываю вам национальный проект и хочу обратить ваше внимание, что в рамках проекта здравоохранения, об этом уже говорила Ирина Владимировна, достижение целевых показателей напрямую связано с ликвидацией кадрового дефицита. Это самая сложная, самая трудная сейчас установка перед всеми субъектами Российской Федерации, потому что на самом деле расчет потребностей кадров, расчет дефицита кадров, ну что самое сложное, это закрытие дефицита и увеличение обеспеченности и укомплектованности. Поэтому, коллеги, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами это напрямую одна из главных направлений Министерства здравоохранения, которые курируются ежемесячно. Я думаю, что вы все знаете прекрасно, что у нас есть Федеральный регистр медицинских работников на сегодня, и аналитические возможности этого регистра дают сразу возможность обратить внимание на улучшение или не улучшение ситуации. Но при условии, если в регистр незамедлительно специалисты отдела кадров выносит информацию о изменении ситуации в учреждении, о принятии на работу или о увольнении того или иного сотрудника. Понятно, что все направления развития национального проекта сконцентрированы вокруг человека, то есть вокруг пациента. Соответственно, информированность нашего населения теми задачами, которые ставит Министерство здравоохранения и правительство, очень высокое, точно так же, как и ожидание пациента получения помощи тоже крайне высокое. Коллеги, обращаю ваше внимание на следующее, что достижение целевых показателей, я бы их разделила на две группы, но понятно, что основное – это снижение смертности населения, это выявление заболеваний на первой-второй стадии и, соответственно, распространенность заболевания. Да, это целевые показатели специфические для службы онкологической, но, коллеги, главная ответственность в данных показателях – это работа первичной медико-санитарной помощи. Это те специалисты, которые, ну, может быть, не совсем правильно назвать, но, тем не менее, назову – это поставщики пациентов, имеющих риск развития заболевания или имеющие заболевания в онкологическую службу. Отсюда деятельность уже службы будет непосредственно влиять и на одногодичную летальность, и на пятилетнюю выживаемость, которые, в свою очередь, отражаться на показателях смертности. Но, тем не менее, я разделила на две части кадры. Это кадры, которые обеспечены первичной медико-санитарной помощи, и в тех субъектах, где эта обеспеченность крайне низкая и укомплектованность тоже, ожидание должно сопровождаться постоянным контролем. И если нет специалистов, нет фельдшеров на ФАПах, а у нас, к сожалению, такое есть, что фельдшер отсутствует, либо в лучшем случае приезжает, но ФАП стоит как структурная единица, мы это видим в отчете, это приезжает раз в неделю. Он не сможет ничего сделать за этот промежуток времени, но, тем не менее, у нас есть амбулатории, участковые больницы, центральные участковые больницы, где нет врачей-онкологов, где есть врачи-онкологи, но укомплектованность терапевтических участков крайне низкая, так же, как у врачей общей практики. Именно тех специалистов, которые нужны, отсюда большая просьба методическим кабинетам ваших медицинских организаций обращать тоже на это внимание. И при низкой укомплектованности выездные формы работы, подключение мобильных врачебных бригад и планирование выездных форм на постоянной основе. В отчетных формах федерального статистического наблюдения мы эту деятельность будем видеть. Сейчас мы активно вносим изменения в отчетные формы, и вот эти точечные моменты мы там будем прописывать. Итак, коллеги, далее. То, что у нас целевые показатели будут мониторироваться по итогам года из специализированной отчетной формы, это понятно, это простые таблицы, вы можете это делать каждый месяц или раз в квартал и смотреть, как меняются эти показатели. Но кроме отчетной формы, официальной по целевым показателям, у нас есть еще ряд форм, где тоже деятельность будет отражена. Это форма 30, это форма 47, это форма 14, 14 ДС. Это основные формы, которые характеризуют изменение сети, штатов и кадров в каждом субъекте Российской Федерации. Отсюда, коллеги, у меня очень большая просьба. Год пройдет очень быстро, это у нас день длится, медленно, а месяцы летят очень быстро. Как только ваши меации соберут годовые отчеты, обратите внимание на сетевые формы, нашло ли там отражение, это форма 30 и форма 47. По соответствующим табличкам, они вам подскажут нумерацию этих таблиц, нашло ли там отражение вся деятельность, которую вы организовали в течение 2019 года. Увидите сами и зафиксируйте себе, что это есть. Когда будет отчет сдан, оттуда выгрузится вся необходимая информация, она будет сверена с оперативной и будут задаваться вопросы. Почему в течение года оперативная информация шла в одной позиции, официальный зачет за подписью министра представлен в другом формате, изменить уже будет ничего нельзя. Поэтому две формы, обратите внимание, форма 30 и форма 47. Далее, коллеги, если говорить о кадровом, то я бы выстроила следующую цепочку. Да, кадровое обеспечение впереди любого проекта. И, соответственно, анализ кадрового обеспечения будет идти рядом или впереди всех целевых показателей специализированной службы. Это штатное расписание, это оборудование, это межтерриториальное планирование сети внутри субъекта, это кадровое обеспечение первичной медико-санитарной помощи. Вот эти позиции в рамках форума федерального наблюдения будут определять рейтинг места и результат работы в первого года 2019. Если говорить кадры по основным направлениям национального проекта, то 2017 год у нас базовый, 2018 год промежуточный перед началом реализации проекта 2019 года. Что мы сейчас видим? Мы видим, что специалисты-онкологи в целом по Российской Федерации обеспеченность немного увеличилась. Точно так же, как первичная медико-санитарная помощь у нас тоже имеет небольшой плюс. Но, коллеги, в рамках увеличения мы можем сделать вывод какой? С одной стороны, да, если посмотреть по обеспеченности 0,65 врачей на 10 тысяч населения, врачей-онкологов, это на 3,2% выше, чем показатель 2017 года. Но такое же наблюдается и по основным другим проектам. Отклонение незначительное. Мы заходим в 2019 год, на 1 января 2019 года, и констатируем, что в 2018 году в целом в Российской Федерации потерь мы не видели. Ну, это очень хорошо, что мы хотя бы не видим потерь в результатах. Но если мы посмотрим по субъектам, коллеги, то у нас субъекты разделились на несколько позиций. Мы их условно делим на четыре части. Это, я здесь показала только две. Это субъекты, имеющие условно высокую обеспеченность. Это 0,8 врачей на 10 тысяч населения и более. Вы их видите, я перечислять их не буду. И субъекты, которые имеют низкую обеспеченность. 0,4 и менее. То есть при отсутствии потерь в кадрах в Российской Федерации мы видим ряд субъектов, где обеспеченность врачами-онкологами крайне низкая. Отсюда вы понимаете, на какие субъекты будет пристальное внимание со стороны Министерства здравоохранения и всех остальных заинтересованных лиц. Когда эти показатели будут накладываться на показатели заболеваемости и на показатели смертности в этих субъектах. Итак, если констатировать, то разница в обеспеченности в Российской Федерации почти три раза между субъектами. Другая картина вырисовывается по укомплектованности. Этот показатель всегда оценивается одновременно с обеспеченностью. То есть если у нас в обеспеченности потерь не было в целом в Российской Федерации, то укомплектованность у нас снизилась. За счет чего возможно снижение укомплектованности? За счет роста штатного расписания. В этом случае работает только две величины. Количество работающих физических лиц врачей, специалистов и штатные должности, запланированные в субъекте. Соотношение между ними показывает укомплектованность. И если мы, открывая центры амбулаторной помощи или кабинеты, запланировали себе очень быстро решить эту проблему, включили в программу и открыли, то в первую очередь мы сформировали штатное расписание. Взяв в руки порядок, и штатное расписание заложим сразу в 2019 год, чтобы доложить, что мы все открыли. При этом кадровая позиция, мы ее запланировали, но у нас нет очереди на то, чтобы мы вас возьмем, вас не возьмем. У нас жестокий дефицит врачей-специалистов. И даже если квоты на ординатуру мы получим в каждом субъекте, то специалисты готовы. Вы понимаете, что мы получим только в 2021 году. В лучшем случае. Даже указав сейчас потребность. Соответственно, до 2021 года мы понизим технически, искусственно показатель укомплектованности ниже базового уровня и 2018 года. Поэтому будьте предельно внимательны при формировании штатного расписания на конец года. Штатное расписание здесь не должно позволить вам попасть в ловушку. Это показатель ловушка, который изменит полностью оценку реализации проекта. Итак, штатное расписание и кадры. Несколько позиций. Укомплектованность с врачами-онкологами 66,4%. И опять у нас ряд субъектов имеют крайне низкую укомплектованность. Менее 50%. 34,9-36. И более 80%. Я тоже не перечисляю, коллеги. Но опять в сравнении с обеспеченностью и низкой укомплектованностью можете сами понять, какие субъекты будут пристально внимания иметь и отслеживаться их потребность, которую в этом году министерство скоро получит все субъекты письмо министерства о предоставлении потребностей на три последующих года. Поэтому на это тоже нужно обратить самое серьезное внимание. Итак, коллеги, два кадровых показателя все время в работе. Это обеспеченность врачами, это врачи и численность населения. Это один показатель. И второй показатель – это укомплектованность. Это те же врачи и штатная численность. И, соответственно, взаимодействие между ними, оно тоже должно учитываться в обязательном порядке. Расчет потребностей, определение дефицита и планирование потребностей для закрытия дефицита. Ведь в систему могут прийти врачи, и в абсолютном значении у нас этот показатель в абсолютном значении будет выше предыдущего года. И мы с удовольствием об этом расскажем, Ирине Владимировне. Но одновременно у нас увеличится численность населения в субъекте. Показатель обеспеченности у нас снизится. Технически он будет ниже. И обратная картина. Мы ничего с вами не сделали в 2019 году, не приняли на работу ни одного специалиста, но у нас снизилась численность населения по независимым от нам причинам. У нас целевой показатель будет высокий, и мы будем большие молодцы. Ирина Владимировна нас похвалит. Да, я тороплюсь уже. Далее, коллеги. Итак, потребность медицинских кадров, которую нужно считать. Это программа государственных гарантий. Обращаю на это внимание. Где есть нормативы на жителя, где есть финансовые нормативы, которые дадут возможность увидеть объемы. При открытии структурных подразделений, стационара или поликлиники, у нас должны увеличиться объемные показатели. Без этого невозможно. Но если вы на работу, не примите всех 31 декабря. Мы их на работу приняли, у нас показатели красивые, а деятельность они еще не успели наработать. Такая ловушка тоже была. Когда мы нацпроект организовывали. И второе – это порядки и стандарты. Это рекомендованные штатные нормативы, которые должны быть увязаны с реализацией программы государственных гарантий. Далее, коллеги, на что еще хочу обратить внимание. Что штатное расписание – это не застывший инструмент, который утверждается один раз в год и все. Штатное расписание в системе ОМС и платным услугам – это документ текущий. Он может утверждаться и утверждается главным врачом медицинской организации. Это его полномочия. Соответственно, он влияет на показатели укомплектованности в первую очередь. Поэтому штатное расписание – это мобильный инструмент, который должен двигаться в течение года и отражать все организационные изменения, происходящие в субъекте. Не успеваете открыть, планируете чуть позже, внесение изменений в штатное расписание. Успели – значит зафиксировали штатное расписание. На сегодня мы работаем, у нас в работе 543-й Н, положение об организации первичной медико-санитарной помощи. На это тоже обратите, пожалуйста, внимание. Не забываем про 203-й приказ, критерии качества оказания медицинской помощи. И обратите внимание, что кроме 915-Н об утверждении порядка по профилю онкологии, у нас работает приказ 322 для всех субъектов, и по нему сейчас готовится запрос. И 73-й приказ, который говорит о методике расчета потребностей среднего персонала. Коллеги, эти приказы все рабочие. Минздрав в 73-й внесет изменения с изменением номенклатуры по некоторым должностям. Но, тем не менее, в настоящее время, до конца года, субъекты должны доложить Минздрав о потребности и спланировать эту потребность на 3 года, коллеги. Надежда Яковлевна, нужно заканчивать. Я уже заканчиваю. Итак, мы, коллеги, не забываем о том, что у нас есть еще нормы труда. И в настоящее время типовые нормы труда. Закончилось хронометраж по онкологии. И, соответственно, приказ по нагрузке на врачей-онкологов должен выйти. Работаем с 543-м, работаем с 915-м приказом. Здесь я пропущу. И, коллеги, что еще хотела сказать? Что штатное расписание должно постоянно вноситься изменения. И мы должны это видеть в Федеральном регистре медицинских работников и медицинских организаций по мере реализации всех проектов. Спасибо.